МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойчевиле ДВ Новости. Здравствуйте! Главные темы сегодня. Срок действия Минских соглашений истекает. Что ждет Донбасс? Немецкий вопрос, русский ответ. Что говорят россияне о Германии и Европе? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экономика Евросоюза. Кризис миновал или о нем на время забыли? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник в Минске стартовала последняя в этом году встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Срок действия Минских соглашений истекает в новогоднюю ночь. А важнейшие пункты так и не выполнены. Полного контроля над своей границей Украина не получила. Местные выборы в подконтрольных сепаратистам районах не проведены. Процесс децентрализации не завершен. Максим Дробок о перспективах Юго-Востока Украины в новом году. Перемирие в Донбассе очень хрупкое, признает замглавы специальной миссии ОБСЕ Александр Хук. Люди продолжают гибнуть, и международных наблюдателей пускают далеко не везде. Попасть к границе между Украиной и Российской Федерацией, которая не контролируется Киевом, нам до сих пор очень сложно. В особенности это касается пограничной полосы в Луганской области. Нас туда систематически не пускают. Новые механизмы для разрешения конфликта не созданы. Есть угроза эскалации конфликта, полагают одни эксперты. Другие считают, что всё идёт к замороженному конфликту. Немецкий политолог Штефан Майстер уверен, масштабных наступательных операций в следующем году ждать не стоит. Я не думаю, что будет эскалация на востоке Украины. Москва совершенно в этом не заинтересована. Она рассчитывает на то, что украинская политическая система сама себя разрушит. Москва выжидает. Эксперты сходятся во мнении, разрозненности в рядах сепаратистов в Луганске и Донецке всё меньше. А это облегчает и контроль со стороны Москвы. Автономных группировок почти не осталось. Цена, которую Россия платит за Крым и за войну, достаточно высока. И, опять же, по всей видимости, в Кремле уже нет той былой готовности поддерживать сепаратистов. Скорее всего, принято, уже есть решение о том, чтобы постепенно давать возможность реинтеграции этих территорий. Но не быстро и, вероятно, повышая цену, которую мы, украинцы, должны за эту реинтеграцию заплатить. Запад ожидает от России готовности к сотрудничеству, менее агрессивной политики по отношению к Украине, а также предсказуемости. На больших надежд на успех испытывать не стоит, считают эксперты. Минска-2 уже нет, а Минска-3 ещё нет. Соглашения были трудновыполнимы с самого начала. Тем не менее, их подписание не было ошибкой. Полагают западные аналитики, так как удалось остановить активные боевые действия. Украинский кризис и последовавшие за ним взаимные санкции резко обострили конфликт между Россией и Евросоюзом. Жёсткая позиция ЕС и, в частности, Германии повлияли на общественные настроения россиян. Если ещё до 2014-го лишь 3% жителей России оценивали отношения с Германией как натянутые или враждебные, то сейчас эта цифра выросла почти в 6 раз. На вопрос, кто виноват, абсолютное большинство россиян ответило одинаково. Мария Рюттингер с подробностями. Близкий к немецким либералам фонд имени Фридриха Наумана и Левада Центр провели в России опрос о восприятии Европы и Германии. По мнению россиян, отношения с Европой в целом ухудшились. И винят они в этом Вашингтон. Очень интересно, что почти 3% думают, что ответственность за конфронтацию с Западом несёт российское руководство. Более 20% — что Европа. И более 80% винят в этом США. Такие результаты говорят об эффективности пропаганды в государственных СМИ России. Ответственность за конфронтацию с Западом только мизерная доля россиян возлагает на генералитет и власти страны. В целом чуть более 4%. Большинство опрошенных россиян воспринимают внешнеполитический курс Владимира Путина как адекватный ответ на внешнюю угрозу. Это, считают в фонде Наумана, является выражением комплекса неполноценности из-за проигранной холодной войны. Путин со своим жёстким стилем и агрессивной внешней политикой показывает большинству населения. У власти тот, кто всё берёт в свои руки, у кого жёсткий тон по отношению к США. Этот курс поддерживает большинство россиян. А вот в Германии у россиян положительные отношения. Германия играет особую роль в сознании россиян, а чувства, которые они испытывают к Германии и немцам, позитивные. Почти половина россиян считает, что сами они вызывают у немцев скорее отрицательные эмоции. И только 20% полагают, что положительные. То есть в России уверены, немцы относятся к россиянам хуже, чем россияне к немцам. При негативном отношении к ЕС только третий россиян исключает для себя варианты работы и жизни в одной из европейских стран. Более 20% готовы эмигрировать хоть сейчас, остальные раздумывают. Самыми привлекательными странами они называют с большим отрывом Германию – почти 30%, Францию – 15%, Италию – 13%, Великобританию – 12% и Швецию – 8%. Почему именно Германия оказалась на первом месте среди желающих жить в Европе, в вопросе не говорят. Украинский конфликт, гражданская война в Сирии и волна беженцев, захлестнувшая Европу – вот, пожалуй, главные вызовы, с которыми в этом году пришлось столкнуться Евросоюзу. О финансовом кризисе и балансировавшей еще в августе на грани банкротства Греции в последние месяцы мало кто говорит. Но значит ли это, что кризис миновал, а финансовые дела Афин пошли на поправку? Александр Прокопенко разбирался. Первая половина 2015 года в Европе прошла под знаком долгового кризиса Греции. Приход к власти левых популистов во главе с Алексисом Ципросом, отказ Афин от сотрудничества с тройкой европейских кредиторов, паника на финансовом рынке, угроза выхода Греции из еврозоны, кризис евро – все эти события не сходили со страниц мировой прессы долгое время. Что же сейчас происходит с экономикой Греции? Греция переживает рецессию. То есть после того, как там в какой-то момент начался экономический рост, этот рост прекратился и ВВП страны вновь сокращается. Но Греция не находится в острой фазе финансового кризиса, потому что получила финансовую помощь от Евросоюза и, судя по всему, взялась за необходимые экономические реформы. Аналитики ожидают, что в следующем году страна выйдет из рецессии и начнётся минимальный экономический рост. Помимо Греции, в наиболее сложной ситуации в еврозоне в данный момент находится также Финляндия и зависящая от неё Эстония. С моей точки зрения, кризис ещё не закончился. И пока нет причин для самоуспокоения. Даже при помощи Европейского Центробанка у нас остаётся достаточно мало времени на продвижение реформ. Впрочем, эксперты утверждают, что финансовый кризис в еврозоне закончился в том смысле, что ни одна страна еврозоны не находится сейчас на грани банкротства и не нуждается в экстренной финансовой помощи. Если же говорить о последствиях финансового кризиса, то высокая госзадолженность и чрезвычайно высокая безработица, прежде всего в южных странах Европы, останутся. С ними, возможно, придётся бороться ещё не один год. В следующем 2016 году мы ожидаем для европейской экономики поступательное движение, однако темпы роста будут всё же относительно скромными. А вот улучшение, особенно в сфере инвестиций в Европе, что очень важно для укрепления потенциала роста, вот это развитие мы пока не видим. По прогнозам, европейские ВВП в этом году вырастут на полтора процента. Чуть больше рост будет в следующем году. И, как говорят наблюдатели, локомотивом будут до недавнего времени такие проблемные страны еврозоны, как Ирландия и Испания. А в роли стабилизатора роста выступит Германия. Джихадисты из так называемого исламского государства в уходящем году потеряли часть захваченных эмиранея районов Сирии и Ирака. В частности, курдам удалось освободить практически все регионы своего традиционного проживания. Конкретные цифры в новостном обзоре. В 2015 году исламское государство утратило контроль над 14% захваченной ранее территории. Об этом говорится в исследовании американского института IHS-Janes. Боевики ИГ покинули в том числе некоторые стратегические города в Сирии и Ираке. Россия поможет Ирану построить два атомных реактора. Строительство начнется уже на следующей неделе. Речь идет о двух дополнительных энергоблоках для атомной электростанции Бушер. В общей сложности Тегеран собирается построить 20 новых реакторов. Михаил Ходорковский отреагировал на обыски имущества своего пресс-секретаря и сотрудников «Открытой России», которые прошли во вторник. В интервью «Эхо Москвы» экс-олигарх отметил, что ни один из нынешних сотрудников НПО не работал в ЮКОСе и назвал происходящее маразмом. Обыски проводятся в связи с первым делом ЮКОСа, открытым еще в 2003 году. В день зимнего солнцестояния возле древнего сооружения Стоунхенш собрались тысячи паломников, чтобы встретить восход солнца и самый короткий день в году. Среди собравшихся те, кто называет себя новыми друидами и язычниками, а также просто зеваки. Несмотря на то, что в день зимнего солнцестояние само светило из-за облачного покрова, было сложно разглядеть, атмосфере праздника, как мы видели, это не помешало. ДВ Новости расскажут о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин